Мы номер один в ЦФО. Ежегодно область вымирает. Мы всегда славились объемом отгрузок товаров на душу населения. Мы говорили что-то там про Комадьев, Зидьев, даже про ЛГБТ, но это лично ваше дело. А если это у вас письменные, дорогие, письменные. Вот на эти вопросы, к сожалению, ответить пока не могут, да и вряд ли смогут, потому что цели и задачи у правительства совсем другие. Я вас приглашу, кожанку оденем и пойдем. Мы увидели хороший результат по работе с теми ими СВО и решили распространить и расширить его на целый ряд категорий населения, которые особо нуждаются в нашем внимании и защите. Сегодня это более 43 тысяч. 350 тысяч жителей области объяты мерами соцподдержки. 90 мер соцподдержки. Вклад в здоровье за 5 лет почти 13 миллиардов, за прошлый год 2,5 миллиарда. В чем это выражается? Это новое оборудование, 3370 новых единиц медицинского оборудования, 171 единица автотранспорта, 90 плюс 93 автомобиля скорой помощи. В фельдшерско-акушерские пункты 46 ФАПов и АОПов за последние 5 лет, 16 корпусов больниц и поликлиник отремонтированы. Экономический рост. Мы всегда славились объемом отгружек товаров на душу населения. С честью держим планку, мой номер один в ЦФО, и достигли уже цифры в миллион 131 тысяч в Липецкой области на душу населения. По РФ, вы видите, существенно меньше. Новые рабочие места. За 5 лет создано 10 тысяч новых рабочих мест. Здесь хочу акцентировать, что мы на сегодня пересмотрели свои подходы, свои позиции. Нам не нужны уже просто рабочие места, нам нужны высокооплачиваемые рабочие места. Когда мы говорим, что у нас с населением что-то не то, то хорошо бы посмотреть еще и цифры, которые косвенно указывают на рост благосостояния. Мы занимаем первое место в Центральном федеральном округе по количеству автотранспорта на единицу жителей. И сегодня это 571 тысяча автотранспортов частного владения. 171% просто заработной платы, 23-й к 18-му году. При отчете в прошлом году, отвечая на мой вопрос о незаконном строительстве мусорного полигона в Липецком районе, вы почему-то решили поделиться своей некой такой мифической оценкой Липецкого кома КПРФ. Ну, говорили что-то там про комовьев, зитьев, даже про ЛГБТ. Но это лично ваше дело, если вас так увлекают, так сказать, рассуждения про родственные связи. Нас интересует, почему вы проигнорировали вопрос к этому отчету о семейных лизинговых схемах при поставке медицинского оборудования. Я его повторю, может быть, вы не заметили. Еще раз. Имеет ли или имела ваша семья какое-либо отношение к лизинговой компании, опять осуществившей поставку медоборудования в учреждения здравоохранения Липецкой области? Насколько я знаю, вами был направлен не один запрос в Генеральную прокуратуру. Но во все органы и инстанции вы получили счетующий ответ. Если вы его не получили, я попрошу у коллег из прокуратуры и лично вам, приглашаю вас к себе, выдам копию ответа. Все ответы у вас есть, и не надо спекулировать. Ответы у вас письменные, дорогие, письменные, в том числе от меня. Вы их получили. Сергей Сергеевич, давайте прекратим. Хотите, подойдите ко мне, я вам лично отвечу. Этот отчет губернатора, ну скажем так, я назвал билетристикой с определенной игрой цифр. Вот это они умеют делать, научились за последние годы. Но нет глубокого серьезного анализа. А вот куда движется регион, какая перспектива в ближайшие 5-10 лет. И какие горизонты, так сказать, себе регион намечает, какие мы должны достигать. Нет ответа на вопрос, почему ежегодно область вымирает, и на 9300 человек нас стало меньше по сравнению с прошлым годом. Зато есть цифры, которые говорят о том, что мы в лидерах по автомобилям на единицу жителей. Можно, конечно, посчитать, сколько еще велосипедов приходится на единицу жителей, сколько мобильных телефонов. И сравнить это там с периодом, я не знаю, 90-х годов. Конечно же, сейчас количество смартфонов и другой, так сказать, техники гораздо больше, чем это было там в 70-х, 60-х, 40-х годах, а еще и дореволюционных годах. Но это все не отражает состояние общества. И вот на эти вопросы, к сожалению, ответить пока не могут, да и вряд ли смогут, потому что цели и задачи у правительства совсем другие.